Россия, граждане Курской области не страдает. Ну, это же не по вине президента, правильно? А по вине кого, если президент главнокомандующий? Смотрите, здесь очень долгая цепочка событий будет, и я не хочу все это пересказывать. Если что, у меня на канале есть все рассуждения. Подожди, подожди, какая может быть цепочка событий? Ты говоришь, подожди, твое было два утверждения. Первое утверждение, президент решает все быстро. Ну, два с половиной года, назовем это СВО, вплоть до перехода ВСУ на территорию Российской Федерации, то есть быстро не получилось. Страдает, второй тезис о том, что не страдают россияне, страдают. Уже сейчас страдают непосредственно на территории Российской Федерации. 200 тысяч по утверждению российских властей эвакуировано. Ты считаешь, эти люди не страдают? Я считаю, если они эвакуированы, они не страдают. Как это не страдают? Они жили в своих родственных домах? В России и Курской области страдают только техника Украины и сами военнослужащие Украины. Если ваших друзей дом разбомбят, и вам придется в одних трусах... Почему мы говорим, если наших друзей дом разбомбят? Может быть, и может и не быть. А, нет, нет, разбомбят, разбомбят. Хорошо, допустим, разбомбят. Это может быть, а может и не быть. Ну, не, может быть, для вас не страдание. Я не понимаю, вы экстрасенс, может... Нет, мы говорим, что люди страдают на территории Российской Федерации. Посмотрите, мы говорим про войну, если так. Кто начал эту войну, надо, во-первых, понять. По чьей вине? А, это Украина напала на Россию. Нет, изначально Украина не напала. Были действия, из-за которых началось со стороны Украины. Два действия. А Россия при чем? То есть Украина как-то на территорию России вторглась и... Да, до начала специальной военной операции. А, это вот сейчас такое рассказывают в России. Нет, это не рассказывают в России. Это констатация фактов. Причем это даже документировано украинскими СМИ, украинскими властями. Украина атаковала... А, это там какой-то сарай взорвался? Нет, я не... Подожди, подожди, стой, не надо мои слова перековеркивать. Я же тебе не говорю, что она напала. Нет, вы только что сказали «да». Ты сказала «вторглись», «вторглась Украина». Сказали «да». Я ответил «да», «вторглась». Я не говорил «напал». Нет, в каком месте «вторглась»? На территории России «вторглась». Смотри, 21 февраля на территории России было уничтожено два украинских БМП. Где на территории России? Ты врешь. Я не вру тебе. Врешь. Была попытка. Ты врешь. Попытка чего? Попытка вторжения, но вторжение не произошло. Смотри, смотри, ты врешь. Украина не пересекла границу. Украина не пересекла границу Российской Федерации. Ты врешь. А если бы пересекла? Не, не надо ест, ты только две минуты назад сказал, не нужно говорить «ест». Там немножко... Еще раз. Где, в каком месте Украинская Федерация, Украинская Федерация, Украина как государство пересекла границу Российской Федерации? На границе прямо уничтожили. На границе не пересекла? Считай, пересекла. А почему не пересекла? Потому что уничтожена была. А вы, вы, вы напали на Украину, пересекли границу с Украиной. Хорошо, а мы напали почему? Это очень плохо. Это, да, несомненно, я против этих всех действий. Так, ладно. Твое заявление было о том, что Украина как-то где-то чего-то виновата. В чем? Смотри, когда Зеленскому сказали «не подавай заявку в ЕС, в НАТО», он что сделал? Подожди, подожди. На каком основании государство указывает, что делать другому государству? В ЕС, особенно в ЕС. Ну, например, Украина... Подожди, Лен, Украина попросила Путина не подавать заявку в вступление в НАТО. Попросила, да, не указывала. Ну, то есть был выбор, война или... Подожди, подожди, а зачем Россия хотела вступить в НАТО? При Путине при ЕС. А если Украина, там есть какой-то ОДКБ, там можно... Подожди, Лен, секундочку, подожди. Да, он был переваривать, у него там не сразу так быстро... Почему Российская Федерация при Путине подавала заявку в НАТО? А когда при Путине она подавала? 2003 год, проверь. 2003 год Россия подавала заявку в НАТО. Да, да, возьми, проверь. То есть, если бы Украина решила России диктовать, что вы не будете вступать в какой-то таможенный союз у них, то и Россия бы сказала, нет, мы все равно будем этот таможенный союз, то Украина имела бы право напасть на Россию, да? То есть, если Россия имеет право указывать Украине вступать ей в Евросоюз или нет, то Украина тоже имеет право указывать Россию вступать ей в какой-то ОДКБ, в БРИГС, может быть. Подожди, Лен, секундочку. И дальше, почему в Ульяновской области, в городе Энгельс, находилась военная база НАТО? Это где? Я же тебе сказал, где. Я этого не знаю. Ну, возьми, прочитай. Ну, это сейчас к чему? Ну, военная база НАТО находилась на территории Российской Федерации. Ты нашел по поводу 2003 года в НАТО Россия хотела? Да, но это не заявка тут написана. А что было? Тут подписан был какой-то рамочный документ. Подожди. Было обращение, чтобы Россию взяли в НАТО. Было? Подробнее. Все. Было, это было. Но в НАТО не взяли Россию. Ну, Украина как бы никаких претензий России не предъявляла. А второй вариант, как так получается, что на территории Российской Федерации, в городе Ульяновске, находилась военная база НАТО? Это афганский трафик НАТО был там. Какая? Ну, база-то была? Трафик афганский совершенно верно. Подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп. Еще раз. Как так? На территории Российской Федерации находилась база НАТО. Да, она была транзитная. Да, это использовался аэродром. Но это ничего не меняет. Не знаю, как она там будет. Ну, я тоже не знаю. Ладно, Лена, я понял. Давай, с ним разговаривай. Да, я не знаю. Да он все равно будет все разговаривать. Елена, что я буду? Да все. На территории России была база НАТО. А при этом Украине нельзя в НАТО. А как это угрожало Украине, если база была транзитная? России все можно, Украине ничего нельзя. Елена, послушайте. А как база НАТО транзитная в России могла угрожать Украине? Ну, так и что. А если НАТО будет базироваться на территории Украины, это прямая угроза для России. Потому что там очевидно, что там разместится оружие. Ядерное, неядерное, межконтинентальные ракеты и подобное. А если вы не будете размещать саму базу НАТО у себя, это значит не угроза, а в соседней стране это угроза. У себя, в самой стране говорить, да, все, база НАТО нормально, в своей стране это не угроза, а... А как эта база угрожала Украине? Я говорю, значит, раз Россия боится НАТО, то зачем она на своей территории эту базу размещала? Ну, это мне непонятно. Я еще не разбирался в этом. Я разберусь поподробнее. Скажи мне, чисто гипотетически, Лен, секундочку, можно ли я ему вопрос задать? Смотри, чисто гипотетически НАТО принимает Россию в НАТО. И Украина оказывается между... с востока НАТО, страна НАТО, и запада страна НАТО. Как ты это считаешь, нормально? Ну, для Украины? Я, честно, не знаю, как это для нее... А вот как... как ты, подожди, смотри, если бы Украина, даже чисто гипотетически, вошла бы в НАТО, то НАТО было бы у западной границы Российской Федерации, что было на протяжении 49-го года, с момента открытия НАТО. Оно всегда было с западной стороны Российской Федерации. С востока НАТО у России не было. А если бы Россия вступила бы в НАТО, то Украина бы оказалась в клещах. И что Украина должна была делать? Начинать войну с Россией и с Западом? Зачем? Ну, так надо сроком. Зачем бы Россия начала войну с Украиной? Потому что была угроза. НАТО. Так, подожди, так Украине тоже была бы угроза с одной стороны и с другой стороны. В любом случае, вот, как ты рассуждаешь, Россию бы в НАТО не взяли никогда? Я еще раз говорю, чисто гипотетически. Знаешь, такое? Мы предположим. Россия подавала... И НАТО, в НАТО, и Украину никто не собирался брать. Украину бы в НАТО тоже взяли, гипотетически. Правильно. Так зачем Россия напала на Украину, если бы Украина не была в НАТО? Ну, что в НАТО не берут и ведется очень агрессивная... Так спрашивается, зачем Украина напала, если ты считаешь, была угроза? Россия напала. Ну, а кто? Я сказал Украина. Россия напала на Украину. Так. Потому что была угроза. Ты же сказал, угроза была со стороны Украины. Каким образом? Со стороны Украины, образом того, что она подавала заявку в НАТО. Она не подавала заявку в НАТО. Северский подал заявку. Нет. Он в ЕС подал в НАТО. Подожди, при чем тут ЕС? ЕС, три республики бывшего Советского Союза вошли. И что? И в НАТО они даже и в НАТО вошли? Круто. Три республики бывшего Советского Союза вошли в НАТО и вошли в ЕС. Финляндия, например, со Швецией вошли в НАТО, хотя до этого были странами нейтральными. А почему Российская Федерация не нападает на Финляндию? Не знаю, потом нападет. Почему не знаешь? Подожди. Российская Федерация должна на всех нападать? На все страны, которые являются угрозой? Не должна Российская Федерация нападать? А я не знаю, зачем она напала на Украину. А почему Зеленский не приходит к мирным соглашениям? Каким? Подожди, какие мирные соглашения? Ну, ему уже два раза были. Не-не-не, подожди, подожди. Зеленскому в два раза были выдвинуты ультиматумы. То есть на соглашаться на какие-то переговоры. Дай договорить. Ты же задал вопрос. То есть Зеленский должен идти на переговоры на условиях Российской Федерации. А почему нет? Если они были изначально... Почему? Да. Почему? Смотри, подожди. Идти можно на условия Российской Федерации, если Российская Федерация сильнее Украины. А в данном случае, смотри, по событиям последней месячной давности, получается, что Россия не сильнее Украины. Ну, как это вышло? Ну, вот так, потому что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации. Может, Путин все правильно делает и быстро? Они зашли и перемалываются в курсе. Перемалываются. Так зачем они... Подожди, подожди. А с чего... Кем они перемалываются? Можно поинтересоваться? И каким образом? Военная техника уничтожает друг друга. Подожди, каким образом... Каким образом украинские войска перемалываются? Ты вот физически можешь мне сказать, каким образом? Просто идет уничтожение людей. Каким образом? Ну, обычно, человеческой силой. Ну, значит, обычной. Куда они дальше не продвигаются? Человеческой силой. Продвигаются, продвигаются, даже до Белогородской области уже продвигаются. Кто до Белогородской области не дошел еще? Дошли, дошли. Более того, если взять территорию, подконтроль на Украине становится больше территории. То есть, если... Каким образом перемалываются? Перемалываются каким образом? Можешь мне сказать? Каким образом перемалываются? Ну просто убивают людей. Чем убивают? Кто убивает? Россия убивает, Украина. Каким образом? С техникой, людьми. Какой? То есть если Российская Федерация уничтожает украинских ВСУ путем техники, то уничтожает и свое население? Нет, население же эвакуировано, правильно? А солдаты это не население? Ну не все, только дальние районы не эвакуированы. А солдаты это не население? Срочники, которые рассчитывают... Каким образом нас пели... Срочники это не население? Это не гражданские. Ну то есть напасть на другую страну и уничтожать своим населением население другой страны, это нормально? причины причины потому что попросили не вступая на тех же основаниях что например америка приказывает что-то делать германии японии это странный марионетки что приказывает америка делать германии японии америка приказала прекратить торговые отношения с россией и японии но вообще-то и россия точнее германия прекратила сама торговые отношения с россией потому что по соседству россия развязала войну германия сама не может принимать эти решения я тебе очень простую вещь германия японии много других стран и некоторые марионетки то есть все решения в этих странах принимается не их правительством принимаются америкой а почему потому что америка победила в войне какой-то момент то что им выгодно торговать выгоднее торговать и быть союзниками с сша не значит что не марионетки не выбирают в отличие в отличие от в отличие в отличие от дайте мне закончить марионетка это российская федерация америка и япония германия страны марионетки по америки конечно каким образом соединенные штаты америки управляют германией я честно не могу сказать она марионетка то есть как каким образом сегодняшним днем или там 20 лет назад или 10 лет назад соединенные штаты америки управляют германии каким образом мы обычно если не выгодно америки торговые отношения с россией в германии они прекратят еще раз ответь причем тут торговая кто делает америка если германия торгует с той или иной страной америки выгодно америка в то есть германия торгует с какой-то страной америки это не выгодно например если не выгодно каким образом то есть германия торгует только с америка нет почему германия не только с америкой торгуют эти про страну марионетку говорю в плане того что он заключается марионетка то есть подожди лент секундочку в германии стоит марионеточное правительство которую устанавливает или ставит туда соединенные штаты америки я правильно понимаю то есть в твоем понимании германия это банановая республика вместе с японией типа а типа подожди сколько тебе лет не важно ну это очень важно мне просто даже интерес куб билет ну скажи что ты стесняешься вот такая стеснительная думаю это важно очень важно мне просто интересно сколько тебе лет девятнадцать девятнадцать поколения которые выбрать я просто сколько тебя людей смотрят сейчас на стриме меня сейчас не смотрят а у тебя стрима нету сейчас нет вроде молодой нужно как-то вроде молодой поэтому я должен быть за украину не должен быть за украину дураком нельзя быть они не пытались быть дурак понимаешь ты абсолютный дурак у тебя дурость дошла до абсолютного совершенства я во первых говорю только очевидные вещи эти что сам знаю более двух ты еще и очевидно и говоришь да такое впечатление тебя уже шизофрении да почему шизофрении ну потому что ты видишь того чего нету я вроде все что есть говорил нет так что не объяснили говоришь это это много чего вы говорите вопрос вопрос не в том что ты говоришь и можешь объяснить что ты говоришь я объясню правительство в германии какой марионеточное правительство в германии кто как его поставила сша каким образом я не знаю этого не знаете но говорите что она есть потому что то что она есть это факт но вы не знаете одно я спросила вот каким образом чтобы объяснить я не знаю как она там появилась честно почему на марионеточное потому что так назвали я не должен разбираться в каждой теме я просто сказал то что есть это что люди говорят то что люди говорят это кто люди говорят ну люди знаешь какие люди говорят на чат рулетки блогеры а в чат рулетки никто не говорит но я не слышал что люди говорят марионеточное правительство в германии да люди говорят какие люди я не знаю назвать некие людей они с вами в комнате сейчас dogs всележит профи 5338 вот это подтверждается все кто-то также все-таки на стриме кто-то подтвердит старые люди которые телевизор умеют смотреть молодежь разные точки зрения смотри сравнивай какие разные точки зрения от молодежи то что я слышу обычно от молодежи или со стороны украины россия люди более критично относились в ссср просто каждый за свои слова отвечал сср люди как-то более при том что интернета не было более критично относились к власти сейчас я более критично короче мне кажется бесполезно короче не знаю что сказать да давай